Бердяев Когда мы говорим о Бердяеве, как о пророке 20 века, мы имеем в виду, что Бердяев сказал нечто о революции, что никто другой не сказал. Не сказал Блок, не сказал Флоренский, не сказал Троцкий, никто другой. И сказал именно как пророк. И здесь дело не в том, что Бердяев революцию предсказал, повторюсь, это было просто. Это смог сделать даже Ленин. Дело в другом. В чем духовный смысл революции? Бердяев об этом писал и до 1917 года, и после. После 1917 года писать о духовном смысле революции. Вот что значит быть пророком. Нельзя внешне относиться к революции. Видеть в ней лишь эмпирический факт, никак не связанный с моей духовной жизнью, с моей судьбой. При таком внешнем отношении только и может человека душить бессильная злоба. Революция свершилась не только вне меня и надо мной, как факт, несоизмеримый со смыслом моей жизни, то есть абсолютно бессмысленный. Она совершилась так же со мной, как внутренние события в моей жизни. Большевизм в России явился и победил, потому что я таков, каков есть, потому что во мне не было настоящей духовной силы, не было силы веры, двигающей горами. Большевизм есть мой грех, моя вина. Это есть неспосланное мне испытание. Страдание, которое мне причинил большевизм, есть искупление моей вины, моего греха, нашей общей вины и нашего общего греха. Все ответственны. За всех. С точки зрения абсолютного большинства русских людей и русских литераторов, публицистов того времени, переживших революцию, у русской революции духовного смысла не было. Это была политическая реальность, экономическая, социальная. Духовного смысла в ней не видели. Бердяев почему был всегда в одиночестве? И когда он жил в России и в эмиграции, он говорил то, что не говорил никто иной. И с ним не то, что спорили, его никто не мог понять. Духовный смысл революции. Для большевиков это была победа справедливости, победа добра над злом. Другое дело, что большевики понимали добро и понимают, грешным делом скажу, как гатинтот. Раньше это называлось гатинтотская мораль. Хорошо, это когда я украду, плохо, когда у меня украдут. И вот весь духовный смысл революции, нравственной. Революции как нравственное явление. Восстановление нравственного порядка. В этом смысле обмен денег, конфискационная денежная реформа, это маленькое повторение революции 1917 года. Это восстановление нравственного порядка. Или, говоря словами Шарикова, взять и поделить, чтобы у всех было поровну. Но ситуация революции, ситуация безысходная. Суд над злом осуществляет злые силы. Здесь нету правых и нету виноватых. Здесь никого нельзя белить, никого нельзя обвинить. Может пользоваться успехом такой пророк? Не может. И Вердяев успехом не пользовался у своих, в своем отечестве. Почему на Западе его любили? Западным людям он открыл глаза на то, что реально в них содержалось. Революция – это чисто русское явление. И книга Бердяева «Русская идея» рассказывает о том, почему именно в России прорвался вот этот гнойник. Но гной собирался со всего мира. И в этом смысле учение Маркса или Ленина о том, что центр революционный переходил, он совершенно справедлив. Это такая кочующая язва, которая прорвалась у нас. Но гнойник был весь земной шар. Западные люди зато ценили Бердяева как пророка, что они его послушали. Они-то остановились. Плюс у них был наглядный пример. Но это зло, которое судилось в революции, и то зло, которое в революции взяло на себя функцию судьи, все это было и на Западе. Индивидуализм, атомизация общества, безудержная похоть жизни, неограниченный рост народа-населения и неограниченный рост потребностей, упадок веры, ослабление духовной жизни – все это привело к созданию индустриально-капиталистической системы, которая изменила весь характер человеческой жизни, весь стиль ее, оторвав жизнь человека. От ритма природы. Индустриально-капиталистическая эпоха оказалась хрупкой. Она сама себя отрицает. Она порождает катастрофы. Мировая война с ее неслыханным ужасом порождена этой системой. Трудящиеся классы жили в гипнозе индустриальной системы. Этот гипноз прекратился после катастрофы мировой войны. Бердяев – это публицистика предсказания. Его самая, может быть, знаменитая книга – это Новое Средневековье, вышедшее в 1922 году в Берлине. Книга, переведенная на все европейские языки и, по-моему, на все восточные. На все мыслимые языки большинство людей в мире, среднеобразованные мировые слои, они знают Бердяева по Новому Средневековью. Книжечка маленькая, удобная, ее можно прочесть за час. Как и все, что пишет Бердяев, читается необычайно легко. И там есть как бы раздел прорицания о революции. И там предсказан даже 1937 год. Он описан с журналистской точностью, что на смену тем людям, которые сделали революцию, идет новое поколение революционеров. Гладкие, сытые, самоуверенные, в автомобилях, которые уничтожат всю эту старую когорту. Эти господа проберутся к первым местам жизни через деятельность ЧК, совершив неисчислимое количество расстрелов. И кровь не остановит их в осуществлении своей похоти жизни и похоти власти. Самая зловещая фигура в России это не фигура старого коммуниста, обреченная на смерть, а фигура этого нового молодого человека. В ней может быть загублена душа России, призвание русского народа. Этот новый антропологический тип может свергнуть коммунизм, он может обернуться русским фашизмом. Человеку не дано в пределах этого мира решить все свои проблемы. Не дано. Этот мир изначально находится в падшем состоянии. Бердяев повторил, заострив, и, как он всегда это делал, сжав до афоризма, мысль Владимира Соловьева о том, что государство не должно делать жизнь на земле раем. Оно должно удерживать эту жизнь от превращения в ад. А мы до сих пор живем в государстве, которое только и думает, как бы нас всех поселить в раю. Не надо, упаси Бог, уже было. Вот это высшая правда. Она очень горькая. Ну как же это так, что здесь, на земле, это невозможно построить. Невозможно построить социализм, невозможно построить царство Божие, царство земное. Ничего нельзя сделать в этом мире? Да, нельзя. Основной догмат, с которого начинается Библия, первый рассказ Библии, это догмат и рассказ о грехопадении. Человек – это существо павшее. Павшее с огромной высоты. Человек сотворен, чтобы жить в раю, вот он оттуда сверзался. Он упал, как с 12 этажа. Вот себе представьте, что вы подходите к человеку, который упал с 12 этажа, как-то удачно, он еще шевелится. И вы начинаете с ним обсуждать вопрос, как он теперь будет строить социализм. Это невозможно. Человек, который упал с 12 этажа, никогда больше не будет полноценным человеком. Мягко говоря. Вот мы все, люди, упавшие с 12 этажа, и в той плоскости, на которой мы теперь копошимся, невозможно построить идеальное государство. А это мечта и социалистов, и многих капиталистов. Горькая правда, горькая, это пророческая правда. Все происходящее в России производит впечатление разрушения старого мира. Но разрушение это производится отрицательными и вырождающимися силами старого мира, пришедшими в состояние хаоса и распада. Души людей, делающих социалистическую революцию, стары до ужаса. Инстинкты их ветхи, их чувства и мысли инертны. Во всем их обличье узнается старая зверинная природа человека, действовавшая в мире буржуазном и там совершавшая самые злые деяния этого мира. Но с этой зверинной природой окончательно сняты все оковы, она вышла из-под сдерживающего закона цивилизации, закона государства. Все дурное, злое, бездушное в старом буржуазном мире самодовольный социалистический мир рабски заимствует, выкрадывает и далее развивает. Новый социалистический мир и есть укрепление на веки веков и повсеместное распределение самодовольной буржуазности, не сознающей греха. Он не грехи и отверг, а сознание греха и покаяния. Покойный отец Александр Минь несколько раз мне доводилось от него слышать, как он говорил о том, что Маркс был гений. И я думаю, что Бердяев мыслил примерно о Марксе так же, хотя сам марксизм, как учение, он в себе, конечно, и сжил. Но Маркс действительно был гений. Он был не бандит, как его пытались представить современники-публицисты. И революционеры не были бандитами. Это были люди, у которых было некое духовное стремление. Стремление в основе своей совершенно справедливое, с нравственной точки зрения безукоризненное, но с духовной точки зрения извращенное. В чем? Чем можно охарактеризовать отличия духа от материи? Только одни. Дух свободен. Вот как сказал апостол Павел, дух дышит, где хочет. Про материю сказать этого практически нельзя. Хотя, с библейской точки зрения, дух и материи составляют одну плоть, и здесь трудно как-то их разъединить. Ну вот давайте, для удобства. Я думаю, что это понятно. Дух свободен, материя костная, рабское существование. Где духовное извращение революционера? С точки зрения Бердяева. Я говорю, это не от себя. Попытка насилия над духом. Только свободно можно пережить проблему бедности. Только свободно можно решить проблему социализма. вот эту вот знаменитую проблему взять и поделить. Только свободно можно решить проблему экономического, политического переустройства мира. Только свободно. Как только мы начинаем обращаться с духом, как с материей, навязывать духу свои представления, свои постановления пленумов, свои решения, дух исчезает, он становится булыжником, и духа нет. Есть огромная закаменевшая страна. И она не в грязи и каменеет, а в чем-то несравненно худшем. Русский вопрос совсем не в кучке большевиков, стоящих у власти, а в огромном слое новых людей, пришедших к господству в жизни. Коммунизм есть борьба против духа и духовной жизни. И его моральные последствия более ужасны, чем последствия государственные, правовые и экономические. Они будут длительнее. Материализации и деморализации захватили не только коммунистов. Этот процесс гораздо шире. Русские люди привыкают к рабству. Им более не нужна свобода. Они предали свободу духа за внешние блага. Черное чувство зависти становится определяющей силой мира. В России прерывается культурная традиция. Предстоит страшное понижение уровня культуры качества культуры. 20 век это век испытания человеческой свободы. испытания кажущейся справедливостью. Испытания справедливой несправедливостью испытывали нашу свободу. Революционное правосознание оно было очень справедливое. И оно было преступным. Белогвардейская контрреволюция очень благородное явление. Очень справедливое и очень преступное и тоже очень рабского духа. Наконец проблема хамства. Это, пожалуй, предел, до которого сумели подняться другие публицисты и мыслители современники Бердяева. Революция как грядущий хам. Как пришедший хам. но что положительного, в чем духовный смысл хамства. Я напоминаю, библейский хан, сын Ноя, который, когда отец напился, посмел взглянуть на него пьяного и обнаженного, что было тяжелейшим преступлением по тогдашним нравственным представлениям. Он нарушил традицию, он нарушил закон. Закон, который современному человеку, кстати, не очень понятен. Суть хамства, она в другом. Она действительно в отрицании, в неспровержении всякой традиции. Казалось бы, ужасно, но это тоже испытание свободы. Традиция при всей благости своей, при всей своей осмысленности, как некий костыль, который подпирает нас, напоминаю, шмякнувшихся, расслабленных, дряблых. Мы опираемся на традицию, благодаря ей мы двигаемся, благодаря этим приличиям. Мы благодаря им не перегрызли друг другу глотки. Но в ней есть одно, традиция всякая, это в какой-то степени рабство. Вот революция, как апофеоз, хамство, как торжество, хамство, это была победа над традицией, человек освобожден от традиции. И в этом смысле революция произошла во всем мире христианском. На протяжении 20 века, начиная с 905 года у нас и кончая хиппи или 68 годом во Франции, происходило одно, поколение за поколением освобождались от традиции, от власти чего-то постороннего. человек понимает, утверждает себя как самоценную личность, которой никто и ничто не предписывает, что делать. В определенном смысле это хамство. Это действительно хамство, это действительно неуважение к предкам. Но духовный смысл положительный в этом хамстве есть. Это испытание, через которое надо пройти. и любое поколение вот таким вот образом нашкодившее и нахамившее, оно успокаивается, оно возвращается. Это стыдно? Нет. Это хорошо и это правильно. Почему? Испытали свою свободу, убедились, что свободен, что личность и ты возвращаешься к человечеству. Берзяев прошел через марксизм, он прошел через отрицание своего собственного семейства, он прошел через отречение от рода, через отречение от всего, что ему было дано. В сущности, он прошел через определенные хамства, хотя светские приличия он всегда соблюдал, насколько я понимаю. И он прошел через это так же, как прошла вся страна. Вот еще раз скажу, он повторил путь, который мы прошли все в 20 веке. Вот этот вот путь испытания свободы. И он пришел к чему-то устоявшемуся. Прежде всего, к очень глубокой еще раз скажу, вере. Вере, для которой и будущее царства желанно. И этот мир поле огромного творчества. И, может быть, вот там и есть смысл этого испытания свободы, о котором говорил Бердяев, чтобы прийти к полностью свободному, любящему и очень творческому отношению к историческому миру. Творческое отношение к истории. Сейчас более всего необходимо утверждать примат духовной активности над политической. Необходимо духовно бороться с кровавым кошмаром, охватившим мир. Исключительное преобладание политики увеличивает этот кошмар и усиливает жажду крови. Теперь нужно спасать свободу человеческого духа. Всякий народ живет в истории и совершает великие дела силой и цельностью своего духа. Когда дух народа растлевается и угошается, народ сходит с исторической сцены, отодвигается на второй план и отцветает. Но русскому народу предстоит еще великая роль в истории. Он только теперь вступает в мировую жизнь и верю, он не погибнет. Редактор субтитров А.Семкин